Всем доброго времени суток и сегодня, ребят, мы уже улетаем домой. Нам надо выбраться с номера через 10 минут. Сколько сейчас? Привет. Сейчас 50. Короче... А моя карточка еще. Какая карточка? Сумки серебристые. Вот это от номера? Да. Блин, так надо быстро достать. Короче, я так упаковал. Посмотрите, у меня все обылазит. И вас я со мной набрал. И то, как сказать, всем. Всем близким. Всем не получится набрали. И куда я положил? Капец. А то сейчас бы еще требовали бабки, да? Так. Ой. Он как просто не закрывается. Так, вот, надо садиться и зажимать. Ё-моё. Подушки берем с собой. Все, закрыл. А есть еще вот это вот? Да, вот лежит. Клиненка замотать. О. Так, давай-ка. Быстро замотаем. Что там по времени? По времени мы еще есть. Мы с утра уже ходили на пляж, купались. И еще нам рейс перенесли. Так бы мы уже улетели. Хорошо. О, да, хорошо. А так, смотрите, мы сегодня еще успели покупаться. Мы, наверное, сколько? Час? В море плавали. Ага. Ой, сейчас купальники. Вот. Часик покупались в море. Поехали на завтрак. И у нас получается, знаете, четыре с половиной дня. Потому что сегодня мы его тоже провели с пользой. Ого, какой он тяжелый. Я думаю, что 23 килограмма не будет. Потому что в багаж можно провозить до 23. Ну, до 23 килограмм. Если выше, то нужно надо доплатить. Кстати, бар нам не пополняли, а один раз приносили, да? Я вчера сходил, воды понабирал на баре сам лично. Так, давай проверим, что ли мы не забыли. Тут я положил всю технику, компьютер, фотоаппарат, чтобы ничего не забыть. И сейчас будем идти. Ой, полюбуюсь еще в последний момент вот этой вот красотой. Душно все-таки, душно. Когда выходишь сюда, как в парилке. Это своеобразный кайф. Так, купальники мы забрали. В принципе, у меня мой паспорт. Сейчас давай я проверю. Вот он лежит. Так, труба. Где моя труба? Мобильку. Где-то забыл. Где мой телефон? Еще тут забуду в номере. Уеду без телефона. 53 минуты. Красотки забрала, да? Так, все еще, ничего нету. О, пусто. Так, мне еще не вложили вроде. Пустота. Все, ребят, мы уже сидим в автобусе. Сейчас будем отправляться. Ждем еще. Двое из человек. И все. Вот, кстати, бабосики вернули. Если бы мы ее наполнили. Да. Это за доплату номера. Потому что изначально у нас было на вот эту вот сторону. Это, думаю, вам видно. А мы захотели вид на море. Поэтому нам пришлось доплатить 90 долларов за 4 дня. Сейчас дождемся людей. И, кстати, у меня, походу, с чемоданом произошли траблы. Из-за того, что я туда много у меня вещей. Вот это вот пиво купил же. И он не закрывается. Получается, тут ручка, в которую катать, она не залазит. Не знаю, где буду катать. Думаешь, ты из-за этого? Ну, из-за чего? Я его так напичкал. И еще у нас такая ситуация, что вроде бы мы попали рейс на один самолет. А летим на совсем другом. Не знаю, что это за ситуация такая. Но надеюсь, что мы улетим. В аэропорту разберемся. О, кондиционер хорошо, да? Все. Монетки мы в море выкинули, так что надеемся, что еще вернемся, да? Посмотреть на вот эти горы. Ну, не сюда, так и на другое море. В общем, сейчас проезжаем черепаший остров. Почему черепаший? Потому что вид у него как у черепашки. Очень долго собирали много людей по отелям. Наверное, сколько прошло? Ну, 40. Ну, да. И еще мы проезжали старый отель, который мы были в прошлом году, это Гранд Парк Кемер. Мы сетели родовались, вспоминали его. Потому что это соседний поселок. И тогда как-то было повеселее чуть-чуть. Ну, это все связано с ситуацией на сентябре. Да. Наверное, скорее всего. Да, это тоже было бы хорошо. И еще тут, в общем, воры же везде. И у них такие интересные туннели. Прямо в ворах. В общем, будем проезжать? М? Будем проезжать сейчас? Уже все. Короче, вот так вот в дворе туннели проделаны. Вот, потому что камни могут обвалиться на машину. А, кстати, смотри. С этой стороны эти кораблики, на которых прошло годы. Ачина, Ачина. Ай-та-чина. Вот, видите? Вот это все экскурсионные корабли. Что? Вот это впереди Анталия, да? А вот городской пляж. Пляж? Да, да. Пляж. Ага, канатная дорога, да. Ребят, мы сейчас проезжаем в домики. И если визит флаг, то означает, что там человек служит в армии. А если на балконе висит ковер, то значит, у него есть хозяина дома, невестка. Если два ковра, значит, две невестки. Мы только что проезжали и видели как раз этого ковра. Мы думали сначала, что это шутка. Нет, да не шутка. И так она все... И сколько мы видели флагов? Два флага, да? Два или три? Ну да, да. Вот такие вот у них традиции. Еще было очень сложно мне продержаться в отеле без алкоголя, потому что здесь у нас было все ультра all-inclusive. То бишь был дорогой алкоголь. Это Джек Дэниелс, это Чивас, это пхировка. Мужчина тоже. Да. Я просто не пила. Что там еще было? Бэйли. Джим Бим. В общем, и так далее. Ну, то, что у нас есть, да. И один раз на третий день я взял себе Джек Дэниелс, поставил на набережной и в итоге вылил его. А зачем ты его взял? Ну, потому что я не хотел пить. Не, а зачем ты его взял? Не знаю, может, какой-то инстинкт. И вчера точно, кажется, самая ситуация была. Я вечером взял себе стакан с колой и так его там и оставил. Да так, ну, самое сложное, я продержался. Дальше посмотрим, как будет. Еще мы когда ехали, видели много апельсинов. Вот. Играном. Видишь? Вот ковер. Думаешь, это такое? Может, он просто сохнет? Сохнет, может, и сохнет. А может, у них все-таки есть невеста в доме. Кто его знает? Сейчас мы проезжаем кладбище. И у них, кстати, ходят легенды, что тело хоронят первосуд. Музыка. Да. Правильно говорить. Опа! Смотри. Бараны. У них, кстати, недавно был праздник великий. Курам-барам. Шо? Что спешного-то? И не барашку резко. Что такое? Курам-байрам. Да. Да, вот, смотри, тоже флаг. Там брод стоит, утренеживая. Там охранник сидит. Ну, что же военный? Да, смотри. Охранник баранов. У нас тоже в отеле положили. Посмотри, какие у них кормовки там стоят. Где я не знаю? В общем, мы уже в аэропорту. Прошли все контроли. Давай мне. И зашли, ребят, в Бургер Кинг. Решили немного подкрепиться. Давай вот эту руку еще тоже. Короче, я себе заказал Бикинг XXL меню. Это сюда входит бургер, картошка, соус, кетчуп, майонез и кола. Трубочка есть? Нет, надо, короче, трубочку взять. Ага. Итого у нас получилось. Смотрите. Бикинг XXL меню стоит 13 евро. И сонинбургер стоит примерно 7 евро. 13,50, даже так. А у нее дабл вопер меню. Да, дабл вопер просто. Дабл вопер стоит непонятно сколько. Вот написано меню. Меню 12. Примерно 7. Короче, плюс-минус тут на 20 евро. Это на наши деньги 600 гривен. Ну, дофига. Это дофига, реально. У нас намного дешевле. Но мы особо денег не тратили. Ну, тоже, да. У нас такой и так был эконом-отдых, да? Ну, да. На что мы потратили? Ну, мы тратили только на покупки, за такие как в супермаркете. Да, чисто там друзьям купили и все, по сути. Родителям чай, тебе и все. И чемодан у меня 16 кг. Ну, давай посмотрим. Так, это мой? Может, это мой. Бикинг? Нет, это мой. Чего ты думаешь, что это мой? Потому что тут написано, вот, в опер. Ну, и что? Ну? Вот это твой. Почему? Чего ты взяла? Где этот бикинг на этом? Вон, смотри. У меня с сыром. Ты есть сыр? Да. Ты есть сыр? Да. А, так это твой, это реально мой. Потому что не перепутали. Ну, тут две котлеты, у меня тоже должно быть две котлеты. Да. И тут две котлеты. Короче, они упаковки перепутали. Потому что у меня с сыром. А так, по виду они, походу, одинаково. Ну-ка, булочка, как у нас. У меня вот этот. Вот этот, да? Это похоже на Биг Мак. Мой, да. Так, тут салат, лук. Одна котлета две, только дабл Биг Мак, я бы сказал. Слушай, ну, короче, смотрится аппетитно. Ну, что, как твой? Как твой бургер? Ну, такой неплохой. Неплохой? Угу. Чем-то похоже на Биг Тейстер. У меня котлета как у Биг Тейстер. Очень похоже. Похоже по вкусу на Биг Тейстер, но от нашего бургера он отличается. В общем, короче, все, мы сейчас будем кушать. И, ребят, впереди ничего интересного не будет, перелет. Так что уже встретимся в Киеве. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И всем, ребят, пока. Пока.